Биржи всегда создавались не как политическая цель и задача, а создавались рынком и для цели рынка. Сначала возникали просто обменные операционные пункты, где меняли зерно на соль. Это были такие торговые, публичные центры. Потом первые биржи образовались, когда менялы голландские, поняли, что это очень сложно вести обмен векселями, деньгами. Они создали первую биржу, которая появилась и которая еще с 600 года начала функционировать. Дальше биржи создавались рынком и только после серьезных потрясений именно Великой депрессии 30-х годов США и после изменения законодательства, которое предприняло американское правительство, а след за ним все европейские государства, биржа из бизнесного центра обменных операций, причем по-английски это exchange обмен, stock exchange обмен ценными бумагами, биржа стала выполнять задачи и публичную роль, определенную для инвесторов, для населения и для многих других. То есть на бирже были возложены функции, больше обеспечения прозрачности информирования населения, инвесторов, потенциальных или существующих, о реальном состоянии дел компании. То есть это был центр, который рассказывал и показывал, что есть, куда вы вкладываете деньги, что можно получить данные через определенные другие информационные источники. О цене компании, о спросе, о предложении, о реальных объемах покупки и продажи. Любой человек может обратиться на биржу и получить необходимые данные также и о компании, так же, как и в информационном агентстве, критированном при бирже. Дальше с помощью биржи уже правительство пытается выполнять роль регулятора, исполняет через биржу свои функции как регулятора рынка. То есть комиссия, например, по ценам бумаги США, также комиссия ФКЦБ российская, она также через биржи пытается все-таки контролировать правила исполнения сделок. То есть здесь государственный контроль выше, чем на диком уличном рынке. Ну, выше настолько, насколько это возможно. Например, текущие проверки, текущее взаимодействие с комиссиями для биржи это обязательный атрибут их текущей ежедневной деятельности. Никуда от этого не деться. С одной стороны, это как бы не всегда плохо, хорошо для рынка, потому что для брокера все-таки у него нет долгосрочной задачи. Его задача сегодня заработать деньги как можно больше, эффективнее, найти как можно больше клиентов, а дальше хоть трава не расти. Что будет с рынком, он интересует. При падающем рынке тоже зарабатывает деньги, потому что у клиента продают. По растущему рынку он зарабатывает деньги. Не зарабатывать деньги только по отсутствию рынка. Это краткосрочная задача брокера – заработать деньги любимыми путями. И долгосрочная задача государства – сохранить систему, сохранить деньги населения, сохранить их сбережения, которые аккумулируются в акциях и другие цены в бумагах. Вот эти задачи взаимосвещающие, но взаимодействие двух органов, государственных органов в виде комиссии и давление снизу брокеров уравновешивают как раз вот этот конфликт интересов. В результате этого конфликта образуются определенные торговые площадки. И чем лучше этот конфликт урегулирован, тем более правильно ведет себя биржа, тем больше участников она привлекает, тем больше оборота она имеет, тем лучше работает сама площадка для рынка и для государства. В тот случай, когда делается перегиб со стороны государства, как право, площадки умирают. Рынок умирает, потому что невозможно работать в зарегулированном рынке.